МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАПА. Регион. Студия Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Само размещение этой пожарной части решит эти все проблемы. Новая пожарная ДПО в Джигинке. Спикер Законодательного собрания Края и депутат Государственной Думы побывали с рабочим визитом в АНАПЕ. Мы их меняем на более нового образца. Там уже стоят светодиоды. Кто зажигает фонари? В АНАПЕ продолжается ремонт и прокладка новых линий уличного освещения. Обычно это очень интересные какие-то экспоненты для наших санаториев. АНАПА – самое яркое солнце России. Такие сюрпризы готовят организаторы международной выставки в этом году. Строительство новых социальных объектов, борьба с несанкционированной рекламой и работа общественных туалетов во время сезона и в межсезонье – это тоже стало одним из основных вопросов общегородского планерного совещания. Подробности в нашем сюжете. Проектирование и строительство тротуара в сельских округах. Пока позволяет погода, темпы работ нужно наращивать. Основное внимание глава АНАПЕ поручил уделять дорожкам, по которым ходят дети, в школу и детсад. Уже готовы проекты по улицам Советской и Крымской в станице Гостогаевской, а также мира в селе Витязева. Правовое управление администрации города готовит исковые заявления на снос объектов, возведенных с нарушением правил землепользования и застройки. Это коснется зданий на улицах Центральная в селе Суко и Лесная в селе Большой Утриш. Еще одна задача, поставленная Юрием Поляковым – провести ревизию сети общественных туалетов в городе и на пляжных территориях. Все они должны быть включены в дислокацию. То, что касается туалетов по городу, Анжела Анатольевна, вот я полтора года здесь, я слушаю за какие-то судебные дела по туалетам по городу. Ну в городе должны быть туалеты. Ну у нас будет единовременно находиться 600 тысяч человек. То есть о туалетах, которые мы говорим на пляжных территориях, Олеся Павловна, это вопрос номер один по готовке к курортному сезону. То же самое работа туалетов для граждан, которые ходят по городу. То же самое задействованы должны быть туалеты, которые есть в Мупаку, что они там стоят, а они просто не работают. То есть надо принять все для того, чтобы в городе в сезон работали туалеты. И не только в сезон. Люди же жалуются постоянно. Давайте схему дислокацию туалетов и давайте займемся этим вопросом. Проведены работы по благоустройству и укреплению конструкции пешеходного моста через реку Анапку. Сегодня его покрасили специалисты объединения курортных услуг. А перед управлением торговли поставлена задача провести ревизию всех анапских улиц. Цель проверки – выявить всю несанкционированную рекламу на объектах потребительской сферы. Я говорил за подготовить по всем улицам ревизии и сделать всех объектов потребительской сферы. Сделано частично. Поэтому поручение мое не выполняется. Взять объяснительные с заместителя и с начальника управления. Почему поручения главы не выполняются в течение года? Вот примерно так. По поручению Юрия Полякова сформирована рабочая группа по выявлению незаконных сбросов хозяйственно-бытовых стоков в селе Суко. В ее состав вошли специалисты администрации Субсехского округа, управления муниципального контроля и жилищно-коммунального хозяйства. Водоканала Роспотребнадзора. За неделю было проверено более 90 домов. Было выявлено 13 нарушений. Работа эта будет продолжена на постоянной основе. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа-регион. В Джигинке завершается строительство пожарного депо. Оно будет обслуживать не только это село, но и ближайшие 18 населенных пунктов. Кстати, до этого времени пожарные расчеты приезжали на вызов аж из Гостогаевской. Накануне здесь побывали представители законодательного собрания края Юрий Барулачко и депутат Государственной думы Иван Демченко. Вместе с главой Анапы Юрией Поляковым они осмотрели будущее пожарное депо, а затем провели совместный личный прием граждан. Это пожарное депо рассчитано на две спецмашины. Основной каркас здания полностью готов. Идет внутренняя отделка. Работу планируют завершить в конце февраля. Раньше, если возникала чрезвычайная ситуация, в Джигинку приезжали расчеты из станицы Гостогаевской. А в случае пожара – каждая секунда на счету. Будет прикрывать в основном населенный пункт Джигинка и ближайший населенный пункт. В связи с тем, что здесь увеличилось железнодорожное движение, кратно увеличилось, и оно будет увеличиваться. Поэтому практически населенный пункт будет оторван от прибытия пожарно-спасательных подразделений. Вот само размещение этой пожарной части решит эти все проблемы. Следующий пункт рабочей поездки – личный прием граждан. Он прошел в городском театре. Никита Ванков – профессиональный парадайвер. Увлечение помогло ему справиться с недугом. Еще 11 лет назад он был практически полностью парализован. Теперь Никита помогает другим восстанавливаться после травм. Реабилитация проходит на базе Анапского дайвинг-клуба. Акваглобус арендует помещение у самого причала. Здесь удобный подход к морю, сделаны пандусы для инвалидов-колясочников. Клуб столкнулся с неожиданной проблемой. У этого участка земли появился хозяин. Собственник предоставил документ 1973 года. Спикер законодательного собрания пообещал, что юристы детально проверят бумаги. Однако, если будет установлено право собственности, дайверам придется искать другую площадку для занятий. Есть такое у нас санаторие, она занимается колясочниками, конкретно специализируется. И бассейн у него есть? Там все есть, там все оборудование. В море там? Нет, там бассейн. Нет, я понимаю, но нас интересует выход в итоге. Тренировка бассейн, выход в море, это как бы уже итог всех тренировочных процедур, я так понимаю. То есть нам нужно море. Там есть выход в море? Может быть, нам не идти, вот где привыкли, а где перспективно все-таки подумать. И те же самые деньги, но которые позволят еще и развить, если он круглогодичный. Плюс там уже люди-колясочники как бы прибывают и там занимаются. Но вот они приехали, пожалуйста, и приобщить к этому дайвинг вообще нет. Юрий Бурлачко пообещал, что поддержка будет оказана на всех уровнях власти города и региона. Вопросы в ходе приема были самые разные. С жалобой обратились жители дома в 12-м микрорайоне. В квартирах пахнет канализацией. Скорее всего, из-за нарушения строительных норм. Это независимая экспертиза. С Ленинграда человек приехал. И он здесь подтверждает, вот зафиксированы факты обрыва вентиляции канализацией. Жильцы пока не обращались в суд. Застройщику дали время, чтобы устранить все нарушения. Мы переговорим, поможем суду нанять экспертизу вообще независимую по решению суда. Понимаете? Вот она вынесет решение. Я вам даю месяц так все устранить. Однако пришли на личный прием не только с проблемными вопросами. Тренер 6-й спортшколы Евгений Попов от имени всех спортсменов поблагодарил Ивана Демченко за организацию встречи с многократным чемпионом мира по тайскому боксу. В декабре в Анапе провел мастер-класс Артем Левин. Его бесплатно посетило более 100 юных спортсменов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Продолжается работа по ремонту уличного освещения в сельских округах. Помимо этого в районах электрики прокладывают и новые линии. Так, по поручению главы Анапы в поселке Пятихатки теперь полностью освещена целая улица. Улица Светлая в Пятихатках теперь действительно стала светлой. В конце декабря здесь по поручению главы Анапы был реализован один из масштабных проектов – монтаж линии уличного освещения. Работа велась, как говорится, с нуля. Была установлена новая трансформаторная подстанция на 160 киловатт. Различные приборы учета. Установлены 64 железнобетонных опоры с фонарями. На монтаж ушло порядка двух месяцев. Здесь земли отведены многодетным. Значит, для них были построены вот эти воздушные линии, освещение. Установлена новая трансформаторная подстанция, ПКУ, ну то есть техническая часть. То есть водопровод проведен здесь, значит, сделано. Ну, для улучшения материальных благ. Роман Боровинский – житель улицы Светлая. Приехал пять лет назад с Дальнего Востока. Сделать освещение пытались своими силами. Впечатление – это работа отличная. Честно говоря, не ждали. В свое время сами скиндывались и сами вешали освещение, чтобы дети бегали в темноте. Так что были рады, что освещение появилось. Освещение сельских улиц – в числе приоритетных задач. Две бригады ремонтников работают в селе Цыбанабалка. Не по техническому заданию, а по визуальному осмотру. Где не горит фонарь, там и производится ремонт. Масштабы впечатляют. Только за один день здесь поменяли порядка сотни ламп. Источники света – энергосберегающие. Работать могут в любую погоду. Срок службы – 11-12 тысяч часов. Это примерно три года эксплуатации. Прошлые лампы, которые стояли, использовались в данных светильниках, они немножко не экологические. Внутри в них ртуть. Мы их меняем на более нового образца. Там уже стоят светодиоды, которые не причиняют вреда относительно окружающей среде. У них свечение намного ярче, лучше. Светопоток у них больше, чем у старых ламп. Ну и они экономичнее. После Приморского сельского округа энергетики займутся виноградным сельским округом. Параллельно ведется текущий ремонт освещения на четырех федеральных трассах Анапского района. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Уже завтра в Анапе засияет самое яркое солнце России. В участии в международной туристической выставке примут более двухсот здравниц. Производители продукции и оборудования для санаторно-курортного комплекса. Будут и сюрпризы. Накануне организаторы выставки раскрыли некоторые секреты. Прежде всего участники экспозиции санаторно-курортного комплекса выставляют наши санатории города-курорта Анапы. Кроме этого у нас присутствует Горячий Ключ, Ейск, Геленджик, Новороссийск. Возможно приедут сочинцы. Что касается индустрии курортного бизнеса, то как всегда их экспозиция таит некоторые загадки. Потому что они не говорят о своих ноу-хау, которые они привозят к нам на выставку. Обычно это очень интересные какие-то экспоненты для наших санаториев. Конечно будут обязательно представлены необходимые, востребованные наш санаторно-курортным комплексом продукция. Это и мебель, это и бытовая техника, это обязательно пищевое оборудование. У нас прекрасное пищевое оборудование, которое выставляет Чебоксарский завод. Это конкретно завод сюда приезжает и конкретно по ценам завода выставляется это оборудование. Есть некая изюминка, без этого мы конечно не обошлись. У нас впервые выставляется осетровое хозяйство. Так что все желающие могут отведать по кусочку рыбки, там они будут проводить дегустацию. И я думаю, что это будет очень интересно. Кроме этого там обещают выставить живой аквариум, живой рыбой. Давно осетрину не видели, побалуемся, хоть посмотрим на нее издалека. Судя по тому, что у нас нет свободных мест, судя по тому, что к нам приезжают люди со всей страны, я думаю, что это интересно. Интересное событие, более того, на юге нашего края, это единственная такая форумная выставка. У нас очень много интересных встреч, очень интересных круглых столов, панельные сессии, панельные дискуссии. То есть выставка собирает вокруг себя колоссальное количество людей, заинтересованных в продвижении Анапы, в продвижении турпродукта Анапы и всего региона в целом. И поэтому эта выставка не может быть неинтересной. Приезжают очень много индустрии курортного бизнеса для того, чтобы суметь продать, реализовать свой товар, опять же, нашим здравницам. Это, пожалуй, единственная площадка, где возможность встретиться производителям и первым лицам здравниц, можно обменяться контактами, можно заключить интересные договора. Программа формирования комфортной городской среды стала катализатором не только благоустройства территорий. Двор около памятника «Три свечи» в этом году в рамках федерального проекта получил новые детские игровые площадки, тротуары и озеленения. А теперь жильцы вместе с активистами ТОСа решили сами организовать детский клуб. Что из этого получилось в нашем сюжете? Мы протячие артисты, дороги день за днем. Перед вами концертная бригада. Пока молодая и самодеятельная детско-юношеское объединение «Путь к успеху» в микрорайоне Южный открылось всего два месяца назад. Но опыта у преподавателя по классу гитары Татьяны Угловой хватит на всех. Она приехала в Анапу из Барнаула, где работала в театре на 700 мест. В ТОСе места немного и масштабы не те, но музыканты благодарны за предоставленное помещение. Мы выражаем особую благодарность нашему координатору ТОСа номер 17 Южного микрорайона города-курорта Анапа, Хитрову Андрею Юрьевичу, за предоставленную возможность творить, заниматься с детьми. Это первый в Анапе дворовый детский клуб, который организован именно при ТОСе номер 17 Южного микрорайона. При Советском Союзе были такие дворцы пионеров, какие-то юных техников. У нас есть юная техника в Анапе, но его катастрофически не хватает для всех желающих. А здесь чисто для жителей нашего микрорайона, для детей нашего двора мы создали такой детский клуб. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота. Надежда Струнко преподает вокал. Среди учеников – бабушки и внуки. Сейчас они готовят программу к Масленице. Галина Межерова – сердце коллектива. На уроках рисования она не только преподает технику росписи, но и для каждого у нее находится доброе слово. Дети тянутся к ней. Она пишет для них сказки, которые сама же и иллюстрирует. Когда посеешь эти семена, как говорят, в возвышенных действиях, поддерживает вселенную, поддерживает жизнь. Дети сейчас постоянно в смартфонах. Мало кто пытается рисовать, лепить, ну разве что по школьной обязательной программе. А здесь есть реальная возможность и занятия в занятия, и от встречи к встрече пополнять свои умения. Я считаю, что детский клуб при ТОСе – это просто замечательно. И как было бы хорошо, чтобы вот эту инициативу переняли другие люди. Я научилась здесь много чему. Я научилась рисовать красиво, рисовать людей, их лица, портреты. В объединении «Путь к успеху» есть и кружок «Анапские гиды». Детей знакомят с историей города и края. Есть даже литературный проект «Античная история Юга России». Девиз клуба – «Сотворить здесь каждый рад звука цвета солнца град». В клубе «Планов громадьё». Расширение помещения, открытие женского клуба с самоваром и чаепитиями, роспись стен дома в духе устного народного творчества. Причем эскизы готовят сами воспитанники и руководители объединения. Анна Жукова, Михаил Григорьев, «Анапа-регион». Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.